Вот, а вот так, а мы вот так, а вот так, а мы вот так. В эфире программа «Познер», гость программы Рената Литвинова. Вот, представляете, я пришла к... Как-то вы сказали такое, что погода тяжелая необходимость, и что это почти бессмысленно. Ну да, если я тебя за что-то осуждаю, то, конечно, за эти погоды. Ну ладно, почему бессмысленно-то? Нет, ну есть всегда какая-то мотивация, все равно же ты приходишь там ради какого-то дела. Надо ему помогать как-то. А так, конечно, бессмысленно. Ага, ну правильно. Так вот, у меня такой вопрос. Значит, вы в этом фильме играете медсестру, которая на самом деле является смертью. Вот это вот место, ну это мрачновато, но нельзя ли как-нибудь по-другому? Да, мне кажется, что существуют все-таки какие-то боги, которые досматривают силы. И даже не случайно, вот есть же масса каких-то примет. Каждый может себе навоображать, и это, кстати, сбудется. Я все время говорю, все мы будущие мертвые. Как сказать, мы все обречены. Вот это как понимаете? Ну это красивая фраза. Вы в самом деле, во-первых, не боитесь? То есть вы думаете, что... Я абсолютно точно знаю... Нет, я знаю, что есть смерть. Я ее, конечно, просто... Мне иногда нравится соединять слова, и иногда они... Просто красивая фраза. Ну а разве жизнь справедлива? Нет, не справедлива. Это мы, конечно, пытаемся в искусстве восстановить баланс. Но в мире, конечно, идет преумножение зла. И работает этот закон как-то страшно и неотвратимо. И наоборот, меня удивляет, что существуют еще люди добрые, порядочные. Вот это вызывает, конечно, скорее удивление. Непонятно. Я это вообще ненавижу. Ну согласитесь со мной. Да ну ладно. Мы демонстративно будем слабы и безумны. Я очень богатый человек. А вы так не думаете. Нет, конечно. Как это возможно? Но это невозможно. И вот что у вас внутри-то? Мне кажется, что это какая-то бессмыслица везде. Это выискивать себе что-то. Я лауреат государственной премии. Ну в принципе, я и такая есть. То есть вы не безразличны к тому, что происходит вокруг? Я не люблю детей. Я не люблю этих детей. Мне кажется, так надо. Обязательно. Это надо поддерживать. И так я выразила свой протест. Когда и где вы были более всего счастливы? Вы можете вспомнить такой момент или место? Меня же наша классная руководительственная не оставляла после уроков. И учила меня выкручивать тряпку половую. А ваше внутреннее состояние нынешнее, какое оно? У меня столько страданий и столько силы. Вы можете назвать свою главную черту, которую вы считаете? Вот это моя главная. Все уже превратилось в страдания. Ну как, иногда все-таки нужно же отдаваться каким-то страданиям. Ну все-таки я очень, очень, все равно я счастлива. Вы верующий человек? Ну вот я все время в поиске. Это другое дело. И тоже, кстати, вот сначала смиряешься, а потом веришь, а потом думаешь, нет, не могу я так. О, Боже. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я тебя разрежу на куски, выброшу твое тело. Это была Рената Литвинова. Они все, понимаете, они берут из разных концов и настригают эти фразы. Ну, на нервы. Собаки. Понимаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!